Лето 1942 года. Части Красной Армии под натиском фашистских войск отступали через Клухорский перевал. Многие не знали, кто куда идти. Места были незнакомые. Они шли кто в ту долину, кто на Золокол, кто на Муху, кто в разные долины. Упирались в дикие горы и не могли найти дорогу, чтобы пройти на Черное море. А немцы все подходили ближе и ближе. И вот в это время как раз и сыграли большую роль мой отец и много наших карачайцев, которые давали им покушать, что-то, одежду и провожали через этот перевал. И вот один из проводников был мой отец. Сын Сефира Бадаевича Ракай Буэнсузов знает эти красивые места, как свои пять пальцев. Покоритель снежных вершин. Всю жизнь он занимается горнолыжным спортом. Не раз становился чемпионом края и области. Говорит, что любовь к горам ему привил его отец Сефер, жизнь которого была примером для подражания. Родился Сефир Бадаевич Буэнсузов в 1900 году. Уже в возрасте 9 лет совершал переходы через перевал в Абхазию обратно, так как родственники жили по обе стороны от главного Кавказского хребта. Это стало его обычным знакомым маршрутом. В 1935 году, когда проходил первый конно-спортивный зимний переход через главный Кавказский хребет, проводником выбрали именно Сефира Буэнсузова. Вскоре началась Великое Отечественное, но уйти на фронт ему не позволили из-за увечья руки, полученного еще до войны, и комиссовали. 1942 год стал для него и всей его большой семьи, а на тот момент у Буэнсузова было уже пятеро детей переломным. Елизавета Буэнсузова – старшая дочь Сефира Бадаевича. Она с волнением вспоминает события 1942 года. Тогда ей было всего 7 лет. Рассказывает, что немцы устроили свой штаб в здании сберегательной кассы, расположенной рядом с домом Буэнсузовых. Слышала их речь и рев мотоциклов. Старое здание в центре города Тиверды, захваченное немцами в годы войны, и сейчас напоминает о том непростом времени. Елизавета Сефировна вспоминает, что была рядом с отцом в тот момент, когда его вызвали во вражеский штаб и слышала отвергнутое им предложение служить немцам. Немец вот так руку поднял и говорит, вы Буэнсузов Сефир Бадаевич? Он говорит, да, я Буэнсузов Сефир Бадаевич. А перед этим папа обокрали здесь у нас. Его трудовую книжку и партийный билет украли у папы. Паспорт только был, и то он с собой не взял. Я, говорит, Буэнсузов Сефир Бадаевич, вы теперь, говорит, здесь мы будем жить, мы хозяева тут, вот вы будете у нас работать. А папа мой поворачивает, говорит, не буду я на вас работать, ни на кого. Вы ничего не добьетесь. Вы пришли, как пришли, так и уйдете. Потому что, говорит, вы варвары напали, я на вас работать не буду, меня не трогайте. Он отказался служить немцам, когда немцы ему сказали, будь проводником. Он сказал, я не буду. Во-первых, как самолюбие советского человека в те времена, он был кандидат партии, первым лесником этого района. Человек был видный, знали его все. Как он мог опуститься, чтобы работать на немцев, быть предателем. Немцы хотели переманить его на свою сторону, но безрезультатно. К тому времени по труднопроходимым горным тропам Сефир Буэнсузов на свой страх и риск уже провел не одну группу людей. Проводник понимал, что по ту сторону гор путников ждет спасения. Снег в горах Кавказа не тает даже летом. Ледники сковывают ущелья круглый год. Обвалы и лавины здесь случаются ежедневно. В августе 42-го года смертельно опасная дорога через Клухорский перевал стала дорогой жизни. Он рассказывал, как под носом у фашистов, гестаповцев, ему приходилось переводить. Даже если бы он как-то сам уже отказался, но у него был уже имидж такой проводника, к нему обращались, и он не мог отказать. И люди собирались в группы, а уже было оккупировано все вокруг. Тем не менее, он каким-то образом, хитрыми тропами проводил людей через Клухорский перевал, через другие. Он водил так, что никто не мог его поймать, увидеть. Друг семьи, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Михаил Скворцов часто беседовал с Сефиром Бадаевичем о событиях 42-го года. Во время последней их встречи наш легендарный земляк произнел самые важные слова. Почему он это делал? И я ему задал вопрос. Говорю, как сумел ты пойти на то, чтобы другие ведь не пошли. Это тебе могли сказать дети, которые выросли, сказать, зачем ты проявил такую инициативу. Ведь другие берегли семью, а ты и подверг себя к черте расстрела и семью к уничтожению. Могут дети так обвинить? Он говорит, никогда у меня дети такие же, с такой же совестью, с какой, говорит, и я. Я не мог оказаться в стороне, когда мои же, говорит, земляки на фронте сражаются, а я, говорит, в тылу. Ну, я-то чем-то должен помочь. В 1988-м Сефира Боин-Сузова не стала, а Михаила Даниловича впоследствии много лет не отпускала мысль об увековечивании памяти этой легендарной личности. Написал в газету «День республики» большую статью под названием «Проводни», в которой отразил все услышанное от самого Сефира Бадаевича. Затем обратился в службу информации ГТРК Карачева-Черкесии с единственной целью, чтобы о нашем земляке и его героическом поступке узнали как можно больше людей. Первая группа была большая. Она состояла из госпиталя. Военнослужащие – это раненые, которые ходячие. Большое число женщин, это жен, руководящих работников, в том числе еврейского населения. То есть то население, которое подлежало уничтожению. После того, как провел первую группу, набралась вторая группа, и причем солидная группа, не сотни, не две, это там до трех сотен человек набиралось. Он вторую отвел. На него донесли, с горечью говорят дети Сефира Буинцузова. И вот большой семье с пятью малолетними детьми наутро грозил расстрел. Но нас, к счастью, предупредили добрые люди, вспоминает Елизавета Сефировна. Называют фамилию их спасителя, Джанибеков, который в ту темную ночь постучал в их дверь с недоброй вестью. Сефир, убегайте, говорит, ты себе там на работу уезжай, ну, на перевале, что там на работу. А детей давай прячь, говорит, вас утром будут расстреливать. А тогда папа говорит, о, что делать. Мы быстренько все оделися и вот сюда, вот так вот, вот так по горе, вот так по этой горе. Пошли мы на седьмой километр, оттуда идешь наверх, на гору. И туда они эти места пока не знали. Они еще туда не лазили, немцы, они ничего не знали. Мы туда поднялись, мы там были. Скрываться пришлось несколько месяцев, и лишь когда из Тиберды ушли немцы, семья вернулась назад. Немцы находились вот в Тиберде с 13 августа по 12 января 43-го года, около пяти месяцев. Они ушли, потому что под Сталинградом фашистские войска потерпели поражение. Они, сколько ни старались, на протяжении больше, чем полгода, не смогли через перевалы прорваться в Закавказье. У них оставался один выход, чтобы не остаться в окружении, бежать, отступать назад. Сейчас в небольшом уютном доме, построенном руками отца, живет сын Сефира, Ракай. В одной из комнат располагается уголок альпиниста. Некоторые виды снаряжения довольно редкие, рассказывает их владелец Ракай. И все здесь напоминает о прошлом. Отсюда из этого дома для совершения очередного перехода уходил глава семьи Сефер Буэнсузов. Я лично очень горжусь своим отцом. То, что он сделал, это, ну, как бы сказать, подвиг, не подвиг, но в то время это считался обязанностью каждого советского человека. И он, который один из тех, который выполнил эту обязанность. И не стыдно никогда мне сказать, что это был мой отец. И я горжусь и радуюсь, что такой честный, благородный человек не сидел сложа руки года честной войны. Деда Сефера мы, конечно, в то время и не знали, что наш дед является таким героической такой личностью. А мы, как внуки, конечно, воспринимали его только со стороны того, что забота за нами, и он нас лелеял, и за нами сильно ухаживал. Мы горды за то, что у нас был такой дед, который, если человек спасет хотя бы одну жизнь, это уже большое дождь, а он спас очень много людей. В год 70-летия Великой Победы исполняется 115 лет со дня рождения Сефера Буэнсузова. Воспоминания об отце и дедушке в этой семье хранятся с особым трепетом. И не мудрено, не побоявшись расправы, опытный проводник прямо из-под носа немцев уводил людей за перевал и не думал, как говорят его родные, что совершает героический поступок. И долг каждого из нас – помнить и ценить подвиг старшего поколения. Сефер Бадаевич Буэнсузов часто повторял, таких, как я, в военное время было немало. Наш земляк просто выполнял свой долг и ни разу об этом не пожалел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok